всем привет с вами программа доктор длин поможет и сегодня вы узнаете о том как правильно выбрать стул чтобы не навредить своему позвоночнику а также сегодня в гостях у меня человек который не верит в мануальную терапию и у нас сегодня с ним будет очень крутой battle кто кого узнаете как говорится на четырех стульях не усидишь а полежать как видите можно поговорим о стульях стулья бывают разные черные белые ну пускай красные поговорим о том какой из этих стульев самые лучшие для вашей стены и так тестируем первый стул стул очень удобный во первых у него достаточно широкая сидушка то есть у меня полностью фактически полностью все бедро находится на этом стуле ноги находятся под углом 90 градусов что тоже очень физиологично и у меня есть возможность облокотиться об спинку стула прям удобно сидеть я кайфую от этого и у меня нет сутулости никакой сидеть на нем достаточно удобно но есть нюанс на который обратил сейчас внимание когда я облокотился о спинку стула я как бы как на кровати завалился назад и в этом положении работать или что-то еще делать будет крайне неудобно по пятибалльной шкале я этому стулу ставлю 4 стул номер два внешне очень красивый но на нем не сидеть крайне неудобно во первых он имеет какую-то неустойчивость и для меня ощущение что он расположен низко то есть мне хочется сутулиться вот так вот сесть вот таким образом что крайне вредно для позвоночника я получу если так вот сидеть долго на этом стуле кучу проблем со спиной этому стулу по пятибалльной шкале я бы поставил два стул номер три вернее табуретка очень твердая поверхность прям чувствую что больше 15 минут не высижу так еще и не вся часть тела туда и попадает и спинки стула нету можно упасть если честно я бы поставил здесь бы хотя нет удобно шторы вешать стул номер четыре ну что протестируем этот стул ну-ка во первых очень хорошая устойчивость то есть можно все что хочешь на нем делать пожалуйста фактически не падает и ногам удобно в плане того что они стоят правильно физиологично в 90 градусов как и должно быть и обратите внимание насколько спина четко ровно находится на спинке стула и сохраняется угол это наиболее физиологичный вариант сидения при этом можно просидеть долго на этом стуле и будет удобно работать за компьютером я бы поставил этому стулу пять из пяти сегодня в рубрике длинный стол у меня человек который не верит в мануальную терапию и остеопатию смогу ли я убедить его в обратном сейчас узнаем ну что вадим начнем погнали вадим вот ты говоришь что ты не веришь мануальную терапию и остеопатию ты когда-нибудь делал эту процедуру мне сергей я в это не верю я этого не делал и вообще считаю то что это какой-то бред по той причине что смотрел много роликов различных в интернете в ютубе видел как просто делаются какие-то хрусты какие-то манипуляции там просто берут трогают руками потом ты якобы здоров но мне кажется это бред вадима ты знаешь что такое остеопатия и для чего она нужна и когда ее нужно делать остеопатия что это такое когда ты пласть кому-то 5000 приходишь тебе берут вот так вот руками делают ты что-то сюда внушаешься в это время говорят и все ты уходишь и якобы здоров вот что такое остеопатия переубедите меня что это такое по мне это не настоящая медицина это просто манипуляции самоглушения вадим я тебе скажу даже больше а ты знаешь что остеопаты могут двигать и чувствуют движение костей прямо на голове на черепе так вот они чувствуют это и действительно вот что делает остеопат он восстанавливает движение в мелких суставах у тебя сейчас возраст молодой организм в общем сам может многие вещи исцелить но если не заниматься даже вот в этом молодом возрасте хотя бы контролем и уходом за движением в мелких суставов а их у нас около сотни суставов во всем организме то с годами ты можешь накопить и люди накапливают то этого не делает огромные проблемы с позвоночником это грыжи диска это артрозы чего только нет то есть остеопатия может не только лечить но и ухаживать и это первый момент второй момент техник больше 1000 в остеопатии и там не только врач держит за голову есть методики где ты четко ощущаешь что с тобой делают даже так называемые методики которые дают звук нас такие хруст и когда ты делаешь вот и это раскрытие суставов которые потом позволяет ему нормально работать хорошо сергей бог святой остеопатии верю приду вылечусь но я не понимаю везде в интернете в тик токе кишут это мануальная терапия к человек приходит ему просто хрустят все шею головы пойми там они тебе помогли ли наоборот только навредили вот это что такое вообще вадим в интернете полно всего есть чего так там не увидишь и конечно когда ты идешь к мануальному терапевту его нужно выбирать лучше всего по рекомендации или по отзывам но естественно не идти к первому попавшемуся вадим давай я прямо сейчас покажу что такое мануальная терапия на тебе обещаю хрустеть не будет ну если хрустеть не будем то давайте попробуем ну что тогда садись ко мне спиной давай посмотрим вначале что вообще у нас происходит с шеей смотри вот мы сейчас смотрим подвижность мелких суставов и вот с левой стороны сустав ограниченно работает здесь будет неприятно здесь легче здесь болей но есть это блокированный маленький суставчик который у тебя есть и вот чтобы его разблокировать нам достаточно дать туда давление просто подавив вперед и направо вот туда движением не на руку и расслабься и еще подави немножко и расслабься и еще один разок и расслабься хорошо отлично и немножечко еще мы уберем напряжение подави направо все тем самым мы растянули суставную капсулу которая сейчас не работает и сустав начал включаться в работу организм начал снимать спазм скорее всего ты чувствуешь сейчас ну более мягкое ощущение мышцы и боль меньше стала вот эта мануальная терапия и техники которые используются при лечении относятся к мягким техникам мышечным то есть они раскрывают сустав и выравнивают мышечный тонус очень кстати тебе показано спасибо большое вам сергей вы были достаточно убедительно я не изменил свое мнение на сто процентов но обещаю что изучу этот вопрос лучше спасибо вам вадим ты уже на правильном пути я думаю что годам 30 ты будешь нашим пациентом ждем тебе друзья напишите в комментариях кто был для вас более убедительным я или мой гость на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал а в следующей программе вы узнаете как ни в коем случае нельзя лежать и сидеть а также мы расскажем о страшной тайне стаса великолепного